Это монстр для общественных бань. Стол начинает вибрировать, тем самым мы расслабляем нашего гостя перед началом парения. В пару секунд на человека ложится мягенькое паровое облако, он получает свое тепло. Здесь не пироговая парная, здесь такая нагнетающая, влажностная. И выливается 350 литров воды. На площадке встает около 10-12 человек, и все эти люди, они все получают тот самый контраст, который приносит им здоровье. Друзья, мы находимся на бане Фести 2022 года на стенде компании Иншком Центр. Никита, привет! Приветствую! Бахов Никита, компания Иншком Центр ВВД. Мы приехали на главный фестиваль 2022 года как большая команда, коллаборация. Привезли очень много интересного. Одно из, это большая коллективная баня для шоу-программ. Мы загоняем туда примерно 40-50 человек, и именистые школы, пармастера проводят свои шоу-программы, парят сразу большое количество людей, потом выходят и ведут всех под наше самое большое обливное устройство в России, и происходит массовое обливание людей. Значит, что обливное устройство, что мобильные бани, они занесены в Книгу рекордов России, как самые большие в своем роде. Также мы привезли стенд с нашей продукцией, там есть новинки нашего производства, есть самые популярные модели, все это можно посмотреть, познакомиться, обязательно обо всем этом расскажем. И, естественно, с нами приехала наша знаменитая Эпикурова баня, которая заняла в 2018 году первое место на чемпионате Европы среди мобильных бань. Там внедрено очень много инновационных систем, которые помогают сделать процесс парения гораздо более комфортным и глубоким. Вы привезли сюда и дровянку, и электропечи. Все верно, да, то есть у нас много профильное производство, есть линейка дровяных печей, как с топками из нержавейки, так и с топками из чугуна. Также активно развиваем электрическое направление печей именно для русской бани с системами генерации перегретого пара, которые в автоматическом режиме вам создают тот самый микроклимат, в котором комфортно париться, и вы можете получить максимальное оздоровление для вашего организма. Здесь на выставке в чистом поле представлены образцы вашей продукции. Расскажи, что за устройство перед нами? Мега-супер-большое, видимо, для каких-то очень больших клубных парней. Это монстр для общественных бань. Эти модели часто берут фитнес-клубы, в спортивные центры, в парные где-то 30-40-45 клубов. Это теперь спокойно не тянется. И сюда мы можем заложить 200 кг камня внутрь, плюс у нас есть жароаккумулятор, это сварные пластины, есть нержавейки весом на 50 кг, под которыми стоит три тена, и они греют конкретно этот жароаккумулятор. 50 кг нержавейки, кроме 200 кг камней. То есть камни у нас в большей части отдают мягкое тепло в парную, а для того, чтобы пожарить, хорошенько поддать парку, можно использовать... Все верно. Причем у нас тут 4 отсека, соответственно, мы предполагали так, что сначала вода льется в первый отсек, потом второй, третий, четвертый, и к моменту четвертого первый уже восстанавливается. Ну и, собственно, этот уговород практически бесконечности, с учетом того, что тены греют всегда эти жароаккумуляторы. Камни по сетке мы используем как увлажнение, и когда... Ну да, это пуговый. Мегран от жесткого и жесткого. Вот так, друзья, вот маленькая ремарка в плане возможности нержавейки быстро восстановиться, быстро отдать тепло, но в то же время и быстро получить. Это, наверное, один из самых интересных материалов, применяемых в банных печах. Вообще, в печкостроении современном. Да, нержавейка сейчас очень популярная, и идет такая тенденция, что с нержавейки самый чистый экологический парк, потому что она нет элиты нержавейки. Никита, что это за монстр в красивой облицовке? Сразу скажу, направление по производству и проектированию дровяных печей мы начали в 2000 году. Соответственно, все те модели, которые мы тогда спроектировали, все они до сих пор представлены на рынке. Какие-то есть модификации, модернизации по современным тенденциям и так далее. Но сами топочные агрегаты мы реально первый раз делали в 2000-х годах. В начале эти печи действительно проверены временем. За это мы можем уже ответить благодаря нашим первым пользователям. Ну, это классическая модель, да? Классическая модель, сударышка, семейная. Тут используется комбинация топка из чугуна и каменка из нержавейки. Насчет такой комбинации мы можем получить самое эффективное парение, самую эффективную подготовку парного помещения и максимальную надежность. Вот, каменка тут на 90 килограмм, огонь охватывает ее со всех сторон, что обеспечивает сильный и равномерный прогрев всей закладки. При этом у нас отдельно есть система регулирования конвекции, чтобы мы могли контролировать наш микроклимат. Отдельно есть закрытая каменка. Никит, где мы находимся? Это наша Эпикурова баня. Эпикур, ну, в честь кого она названа, это древнегреческий ученый, философ, который философствовал на тему того, что удовольствие – это высшее благо в жизни. Собственно, мы проектировали эту баню как раз для того, чтобы она дарила то самое наивысшее удовольствие. Сейчас давайте зайдем. Там видно будет? Я думаю, что будет видно, но сразу хочу сказать, что всегда на стенде компании «Иншковый центр ВВД» необычные бани. И эти бани необычны тем, что у них в стенах используются самые невероятные материалы для отделки. Что в этот раз? В этот раз у нас кора дуба, которая очень хорошо способствует созданию и поддержанию правильного микроклимата. Если у вас есть избыток влаги, избыток тепла, кора забирает это на себя. Ну, так же, как и пробка, в принципе. А когда этого в недостатке, то есть влаги мало, температура мало, эта пробка отдает все это обратно. То есть она именно помогает поддерживать и создавать. При этом она никогда не перегреется, никогда не будет фонить жестким теплом. И к ней всегда можно облокотиться, сесть на нее, вы не получите ожога. Давай зайдем. Ух ты! Пробковый стол. Вот это система подачи воды. Да, стол уже из пробки, при этом у стола есть функция вибрации. Вот покрутив вот эту штуку. Стол начинает вибрировать. Тем самым мы расслабляем нашего гостя перед началом парения. Вот, ну, кстати, не на всех это действует как расслабление. Тут надо чувствовать человека, как на него эти системы влияют. Сами эти системы, они инновационные. Мы хотим внедрять их в парные как раз для удобства пармастера, снимать с него нагрузки каких-то процессов. Ну, и при этом для гостей это всегда вызывает вау-эффекты. Всем это очень нравится. Есть система, она, кстати, почему-то работала. Есть система теплой дисперсии. Это своеобразный приход тепла. Таким образом мы можем ее включить сверху. У нас тут форсунки. Идет мелкое орошение такой теплой водой. Соответственно, клиент получает то самое тепло. Пармастер в моменты прогрева может отдыхать. Подсмотрели эту систему, да, в южных странах, когда сидишь в кафе, она тебе вот такая вот... Да, совершенно верно. Аэрозоль сверху тебя охлаждает, но здесь немножко другая, да, задача? Наоборот, наверное. Все верно. Планно обволочь теплом и погрузить плавно человека вот в эту атмосферу бани. Очень интересно, очень интересно. Все верно. Ну и к слову о охлаждении, как в южных странах. У нас на сцене, кстати, тоже есть охлаждение вот такими форсунками. Но охлаждаем человека в конце парения мы вот таким вот прохладным туманом, который сейчас падет из стены. Ух ты! Он достаточно тяжелый, поэтому сразу ложится на полок, мягенько обволакивает человек, и он действительно прохладный. Точно, точно. Поэтому человек начинает охлаждаться. Вот. Естественно, есть у нас музыка, причем колонки, динамики вставлены в стены, и когда человек лежит, уходит в свой транс, звучание... там, чтобы кому что нравится. В общем, со светом можно играть. А также у нас есть специальная система охлаждения пармастера, о которой я говорил. Да. Соответственно, сейчас мы ее включим. Отсюда идет прохладный воздух. Сейчас, сейчас. Сейчас пойдем. О, пошел, пошел, пошел. Слушай, ну это большое, большое дело, да? То есть, человек, который здесь... Ну, у вас с 10 утра, да, начинаются процедуры? С 10 утра до 10 вечера, то есть, постоянно люди в потоке, вот в этих температурах, наверху-то режим у нас достаточно жесткий, и вот этот вот поддох прохладного воздуха позволяет пармастеру не... Не сойти с ума. Да, да. Сделать его работу более комфортной. Тем не менее, смотрите, здесь воздух холодный опускается именно в ту зону, где работает пармастер, а здесь абсолютно не меняется. Вот в той зоне, где находится сам человек, которого парят, он влияет, да, влияние минимально. То есть, нет такого, чтобы в одну точку ему дул холодный воздух. Очень, очень интересно. Невероятно. Эта система только работает, да, на пармастера. Соответственно, также у нас есть залповая вентиляция, буквально 30-40 секунд, и все излишки влаги уходят на улицу. Она немножко громкая, но зато очень быстрая и эффективная. Вот. И, естественно, у нас есть система второго дыхания. Мы можем подать свежий воздух на нашего гостя, как сверху, когда он лежит на спине, так и снизу, когда он лежит на животе. Есть кнопка переключения вверх-вниз. Слушай, ну все продумано до мелочей. Как вы до такого дошли? Это опыт, это практика. К этому, да, мы шли долго, но, тем не менее, мы считаем, что эти системы удобны, они помогают, и мы хотим их пустить в производство, как готовый продукт, чтобы люди могли внедрять их в свои бани. И, к слову, да, кстати, о удобстве подачи. Есть специальная кнопочка, нажав на которую, у нас в каменке 5 форсунок, соответственно, вода подается в 5 разных мест каменки. И буквально через пару секунд на человека ложится мягенькое паровое облако. Он получает свое тепло. Слушайте, ну, казалось бы, баня, по идее, такое простое сооружение, но конкретно в этой бане, ну, столько технологических устройств, которые закрывают, наверное, потребность абсолютно разных по темпераменту пармастеров, разных по темпераменту людей, которые парятся в этой бане. Сделано все для максимального комфорта, и это невероятная баня. Самая высокотехнологичная баня, которую я, в принципе, видел в своей жизни. Спасибо. Молодцы. Ну что ж, а мы пойдем на улицу, потому что здесь, несмотря на то, что дверь открыта, очень тяжело находиться. Друзья, пойдемте проветримся, и не будем мешать принимать банные процедуры посетителям банифеста. Здесь не пироговая парная, здесь такая, как сказать, нагнетающая, влажностная. Атмосферная такая, да? Атмосферная, да. И плюс, здесь не пирог будет, мы сейчас форсунки кучили, да, добавляем фар. То есть фар у нас у нас у нас у нас у кого-то, фар заходит сюда, и форсунки немножко придавливаем. И все, он начинает немножко разогреваться, то есть вода является теплоплаводником, то есть у него как бы спор и плюс конденсат, который, ну, под едой на него воевывает, он начинается медленно раздеваться. Чувствуешь, что сейчас даже прям... Да, уже до ушей дошло. Клад приседает. Друзья, за нашей спиной то самое обливное устройство, которое ставит невероятные рекорды, но прежде чем говорить о нем, я бы хотел бы рассказать всю предысторию. Мы только что побывали в бане, в высокотехнологичной бане, в которой сделано абсолютно все для того, чтобы человек, который в ней парится, человек, который в ней парит, им было максимально комфортно. Что нужно сделать после бани? После бани, то есть в бане идет процесс прогрева, далее обязательно должен идти процесс охлаждения, так называемый контраст, от которого мы достигаем, наверное, наибольший процент вот именно оздоровления нашего организма. Прогрев хорошо, охлаждение тоже есть хорошо, и когда это в комбинации, это вот прям супер хорошо. И, соответственно, наше обливное устройство было как раз разработано для того, чтобы проводить массовые процессы охлаждения после массовых процессов парения. Значит, в состав входят наши стандартные обливные устройства, мы это сделали в едином корпусе, сделали единый рычаг для того, чтобы можно было открыть сразу все обливные устройства. То есть там работает человек, может находиться тот человек, который выдернет чеку, и сразу всем станет хорошо. Все верно, человек становится посередине, берется за два механизма, потянув их вниз, идет вот в это массовое охлаждение, выливается 350 литров воды. На площадку встает около 10-12 человек, и все эти люди, они все получают тот самый контраст, который приносит им здоровье. На базе каких устройств изготовлено это мега-сооружение? Внутри находятся наши стандартные обливные устройства нашего производства на 36-50 литров, которые можно купить как у наших партнеров магазинов Arnax, так и у нас. Спасибо большое, Никит, за то, что пригласили к вам на стенд. Успехов вам, здоровья главное, побыстрее восстановиться после этого мега-супер-фестиваля. Спасибо, и все взаимно. Счастливо, друзья. Fornax.ru Продолжение следует...